Здравствуйте, мои дорогие! Поговорим еще об одном давно забытом, копеечном, достаточно простом и эффективном средстве под названием хлорофилипт. Копеечный хлорофилипт проверен временем не единожды и не только при многочисленных заболеваниях горла и ротовой полости. Натуральный антибиотик отлично справляется с гнойными ранами, фурункулами и высыпаниями. Даже летом пригодится в борьбе с повышенной потливостью и специфическим потным запахом. Само название говорит о его натуральности. Это сложный органический препарат, содержащий смесь хлорофилов из листьев эвкалипта, активный в отношении борьбы рода бактерий семейства стафилококков. Фармакологии относятся к антисептикам. Существуют такие формы выпуска лекарства, как спиртовой 1% раствор, масляный 2% раствор, таблетки для рассасывания и спрей. Так как препарат растительный, возможными побочными реакциями могут быть покраснение, зуд, сыпь и чувство жжения после рассасывания таблеток. Чтобы избежать аллергии, перед применением следует провести тест на чувствительность. Перед приемом лекарства вовнутрь обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Как применять хлорофилипт? Если боль в горле, ОРЗ, фаренгит, то 1 столовая ложка спиртового раствора размешайте в стакане теплой воды. Полощите этой смесью горла 4-5 раз в день в промежутках между приемом пищи. Вместе с полосканием можно использовать таблетки для рассасывания или спрей. При ангине конзилите нужно 3 раза в день на протяжении недели протирать миндалины ватным тампоном в смоченном масляном растворе. Промывать миндалины лучше спиртовым раствором, разведенным в теплой воде. 1 чайная ложечка раствора на 150 мл воды. Полученную смесь набирайте в большой шприц и распыляйте струю прямо на миндалины. Промывание можно делать и в случае хронического танзилита. Если у вас насморк, заложенность носа, то ватную турунду, слегка смоченную в масляном растворе хлорофилипта, поместите в носовые ходы на 10-15 минут. Повторяйте такую процедуру до полного выздоровления. Золотистый стафилококк, если у вас. Если бакпосев из зева и носовой полости обнаружил бактерии семейства стафилококк, не спешите принимать антибиотики. Предварительно нужно сделать тест на чувствительность к определенной группе бактериофагов. А пока ждете результат, закапывайте нос по 2-3 капли масляного раствора и полощите горло хлорофилиптом. Угревая сыпь ватной палочкой, смоченной в спиртовом растворе, прижигайте высыпание. Стоматит, воспаление десен, герпес. Полощите горло следующим раствором. 1 чайная ложка соды и 1 чайная ложка спиртового раствора хлорофилиптом. Смешайте ее в стакане теплой воды. Полощите ротовую полость как можно чаще, обязательно после еды. Герпес на губе прижигайте опять-таки спиртовым раствором. Раны и порезы. Спиртовой раствор отлично подходит для дезинфекции свежих ран и порезов. Если не удалось избежать заражения и на ране образовалось нагноение, на ночь прикладывайте к больному месту тампон, смоченный масляным раствором хлорофилиптом. Трещины на пятках. Вечером сделайте ванночку для ног с содой. 2 столовые ложки соды на 3 литра воды. По возможности снимите загрубившую кожу с пяточек. Насухо вытрите ножки и приложите на ночь компресс из масляного раствора хлорофилипта. Поверх повязки наденьте теплые носочки, выпирающая косточка или пяточная шпора. Смешайте 3 мл масляного раствора хлорофилипта и 1 мл димиксида. Смочите в растворе сложенные в несколько слоев бинт или хлопчатую бумажную ткань и приложите к ноге. Сверху накройте полиэтиленовым пакетом или ващеной бумагой. Закрепите с помощью повязки и обязательно наденьте шерстяные носки. Повторяйте процедуру, пока не исчезнут болевые ощущения. При фурункулах, мокнущих гнойных ранах и ожогах помогут аппликации с масляным раствором, который нужно менять два раза в день и носить не снимая, пока рана не заживет. Гинекологические проблемы, послеродовые трещины, эрозия шейки матки успешно лечатся тампонами с масляным хлорофилиптом. Делать их нужно всегда на ночь на протяжении 14 дней. Повышенная потливость. Уменьшить потливость и убрать запах пота поможет следующая болтушка. 3 столовые ложки спиртового раствора, 1 столовая ложка соды, 5 капель масла чайного дерева. Смешайте 150 миллилитров теплой воды. Полученную смесь нанесите на кожу в области подмышек и дайте полностью высохнуть. Делайте такую процедуру два раза в день, утром и вечером. Уже через неделю заметите, что потливость, если появляется, то без неприятного запаха. Можно применять такую процедуру и для ног, у кого запах ног есть. При грибке на ногах делайте теплые ванночки для ног с содой и спиртовым раствором хлорофилипта. После водных процедур смазывайте пораженные места маслом чайного дерева. Хлорофилипт также можно использовать как очищающую маску для лица с белой глиной. Что нужно? Одна столовая ложка белой глины, каолин, разведите холодной водой до консистенции густой сметаны. Добавьте 4 капли масляного раствора хлорофилипта и хорошо размешайте. Назнесите на лицо на 15 минут, избегая области вокруг глаз. Смывайте теплой водой и обязательно наносите увлажняющий крем. Как видите, вовсе не нужно покупать дорогие лекарства. Как правило, хваленый дорогой препарат зачастую заменяется аналогом дешевого. Одно из них – хлорофилипт. Обязательно спросите у врача, почему он не назначал его раньше. Ну, на сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. Будьте здоровы и до новых встреч!